Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новый ролик на моем канале. И сегодня в Ереване проходит ColorFest. Это вечеринка, все бросаются красками, ну, порошком с краской, друг друга обсыпают и проводят классное время. Вы не представляете, что сегодня за праздник. И первый раз, кстати, в прошлом году он тоже проходил, но, к сожалению, я на него не попал. Я хочу вам все дословно показать, как это проходит, ColorFest в Ереване, сколько все это стоит и как тут будет проводить время. Буду снимать на разные камеры, потому что пыли очень много, не хочу испортить свою камеру, буду поэтому периодически менять формат своего видео. Поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и комментарии. А мы начинаем. Ребят, народу очень много. Меня сейчас кинули краску. Не в меня, но попали, конечно, чуть-чуть. Я вот немного покрасился, не знаю, видно вам или нет. Попали чуть-чуть в камеру, я сразу пошел быстро вытирать пыль. Смотрите, что по ценам. Начинается это в 5 часов дня до, я вроде сказал, до 11 часов ночи. Вход стоит 3000 драм. Что в ход входит? Вам дают браслетик, делают вот такую вот, не знаю, вам видно или нет, печать, что вы можете зайти, выйти и так далее. Дают вот такой вот билетик, где вы можете пойти взять два пакетика с краской, ну, порошок с краской. И, соответственно, можете, если вы пришли с друзьями, своего друга обсыпаете краской или знакомых. Тут, когда начинается сама-сама тусовка, тут многие уже друг друга обсыпали краской. Уже многие грязные, скоро начнется, должен начаться диджей-музыка, выйдет диджей. Как мне обещали, сказать, что я тоже смогу подняться на сцену и поснимать оттуда. Надеюсь, будет интересно. Буду на сторонке стоять, чтобы меня не обсыпали. Хотя, почему нет, если я камеру уберу. Взял с собой GoPro, так, чтобы на всякий случай, знаете, эту камеру, она водостойкая и вообще все равно. То есть, поэтому с этой камерой будет немного обиднее. Будем исследовать, смотреть, что будет происходить дальше. Посмотрим. Наверное, ждем сейчас пока, когда людей наполнится. Вот смотрите, сколько здесь сейчас народу. Там, наверное, видно. И, соответственно, вот здесь вот позади меня стойка с напитками. Здесь будет стойка с едой, где вы можете купить попкорн, поесть, перекусить. Там даже хот-доги вроде сделают и напитки прохладительные, потому что жара, солнце печет. Правильно организовали. 3000 драм, в принципе, недорого. По нынешнему курсу это 700 рублей, конечно, могло быть и дешевле. Вот, сейчас ждем начало музыки и тусовки. Друзья, меня, наверное, не слышно, но это офигенно. Меня пропустили. И я здесь, за сценой. Я здесь, за сценой. Я не знаю, слышно меня или нет, музыка очень громко играет. Но это кайф. Видели, что я чистый? Я говорю, ну ладно, уберу я камеру, можете обсыпать меня краской. Было классно. Вот, как видите, очки, лоб, майка вся грязная. Люди получают кайф, знаете, не заботятся, не думают о том, чтобы быть грязным, обсыпаться, что подумают другие. Просто получают удовольствие. И это круто, на самом деле. Если вам удастся попасть на этот фестиваль в следующем году, вам советую попробовать и прийти сюда. Это того стоит. Играет хип-хоп, R&B, музыка. Люди танцуют, кайфуют. В общем, клево. Поэтому пойду дальше снимать и вам скажу честно, это классно. Играет хип-хоп. Итак, дорогие друзья, хочу сказать, что для меня сегодня колор-фест закончился. Я весь, видите, в краске грязный. О, было весело, было классно. Настроение супер-музыка тоже классная, диджей хорошо подготовились. Вообще было, блин, не знаю, как это объяснить. Знаете, атмосферно. Вот то, чего не хватает во многих местах, да, в том числе, не знаю, в России. Я знаю, что в России есть какие-либо такие вот фестивали, тусовки. Но, честно говоря, не так часто участвовал. А тут в Ереване все так близко. И тут, знаете, какая-то скоперированная такая вот союзная вот это. Тяжело объяснить. Но, в общем, я думаю, вы меня понимаете. Еще раз хочу сказать, было супер-классно. Если в следующем году вам попытается удача, вы будете здесь и вы сможете поучаствовать, было бы вообще супер. Хочу сказать, что еще одно. Если вам это видео понравилось, не забывайте подписываться на канал обязательно, поставить лайки и комментарии, чтобы канал и этот видеоролик развивался и продвигался дальше, в тренды попало. Также я еще привез свою машину в Ереван. Если хотите, я сделаю отдельное видео, расскажу, как я его привез, сколько это все стоило и все нюансы по вождению автомобиля в Армении. Поэтому не забывайте еще раз поставить лайки, комментарии и подписываться на канал. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok